Всем привет! Сегодня у нас на обзоре расширения Control Net. Мы рассмотрим, как установить это расширение и как его правильно использовать. Допустим, мы придумали какого-то героя и хотим создать с ним сюжет или поставить нашего героя в определенную позу. Описать позу будет достаточно сложно, поэтому мы воспользуемся расширением Control Net. Это очень удобный гибкий инструмент, если правильно им пользоваться. Перейдем на вкладку Extensions, нажмем Available и нажмем кнопку Load From. Теперь установим два расширения. Первое расширение Control Net — это и есть основной модуль, позволяющий устанавливать позу для персонажа. Второе расширение OpenPose Editor — это расширение является редактором поз. В нем мы можем создавать собственные позы очень быстро и удобно. Нажимаем Install и переходим на вкладку Installed и нажимаем кнопку Apply Entry Start. Теперь я вам предлагаю скачать урезанные модели для расширения Control Net. Обычная модель занимает почти 6 гигабайт, а урезанная всего 700 мегабайт. Урезанные модели не только быстрее загружаются, но еще и экономят очень много места. Особенно, это актуально для Google Colab. Причем потери в качестве практически нет. После того как вы скачаете модели, закиньте их в папку Extensions, SD Webby Control Net, Models. Перейдем на вкладку Text to Image и пропишем промпт своего персонажа. Теперь в нижней части откроем панель Control Net. Нажмем галочку Enable и если у вас меньше 6 гигабайт видеопамяти нажмем галочку Low RAM. Но помните, если вы будете менять модели, то периодически у вас будет ошибка, говорящая, что у вас мало памяти. Помогает перезагрузка Stable Diffusion. У нас есть два выпадающих списка. Один список — это припроцессор. И второй список — это Model. Препроцессор должен совпадать с элементом списка в Model. То есть если вы выбрали припроцессор Kenny, то в Model вы должны выбрать тоже Kenny. Значение Weight оставим на единице, оно означает насколько сильно будет влияние нашего расширения Control Net на итоговую генерацию. Guidance Strength тоже оставим равным единице, оно означает насколько сильно будет влиять наше описание на итоговый результат. Размеры изображения установим в соответствии с нашим исходником. Давайте быстро пробежимся по всем моделям. Выберем Kenny и в качестве картинки установим любое изображение, на которое мы будем ориентироваться. Эта модель создает большое количество контуров. Можно сказать, она более точно определяет основные контуры изображения, чем ее аналоги. Нажмем Gen 8. В результате у нас получилось два изображения, второе изображение, это результат работы припроцессора. При использовании Control Net количество сэмплинг степс можно устанавливать меньше, чем при обычном генерировании. Иногда генерация с меньшим количеством шагов дает лучшие результаты. Давайте установим модель Head и припроцессор Head, остальное все оставим так же. Модель Head похожа на Kenny, но формируемая карта припроцессором более грубые и оставляет только более важные черты изображения. Поэтому для изображения здесь остается больше свободы, чем у Kenny. Нажмем кнопку Gen 8. Посмотрите на эскиз во втором изображении и сравните его с эскизом, полученным от Kenny. Тут меньше мелких контуров. Теперь выберем Scribble и модель Scribble. В качестве изображения установим любой контурный набросок, не заполненный цветом. Вы можете даже нарисовать на бумаге что-то, сфотографировать телефоном в 512 на 512 и загрузить сюда. Теперь опишем наш набросок и нажмем кнопку Gen 8. В результате мы получаем генерацию на основе нашего наброска. Если вы оставите модель Scribble, а припроцессор замените на Fake Scribble, то мы сможем устанавливать в качестве исходника любое изображение и припроцессор будет его преобразовывать сам в контуры и потом уже генерировать изображение. Результат похож на Kenny. Выберем MLSD и соответствующую модель. В качестве изображения здесь предполагается выбирать архитектуру или интерьер или еще что-то имеющее прямые линии. Теперь поправим описание на соответствующий нашему изображению. Тут можно детально описывать элементы интерьера или экстерьера. Например, серая кровать, бежевые обои, белый потолок и т.д. Нажмем кнопку Gen 8. Препроцессор сформировал изображение, где преобладают прямые линии. Теперь выберем модели Debs и Препроцессор Debs. Эта модель работает на основе карты глубины, в качестве изображения оставим любое изображение. Сюда не надо устанавливать карту глубины, так как она создается автоматически из того изображения, которое вы сюда закинете. Нажмите Gen 8. Теперь посмотрите, у вас снова получилось два изображения. Второе изображение, это карта глубины, который создал Препроцессор. Выберем Normal Map и соответствующую модель. Это по сути дела, более продвинутые карты глубины, это карта нормалей. Они отображают не только глубину, но и свет. Нажмите Gen 8 и посмотрите карту нормалей, которая получилась в процессе генерации. Выберем Препроцессор Segmentation и модель Sec. Этот Препроцессор разбивает изображение на элементы, на сегменты. И потом, из нашего описания пытается в этих сегментах что-то создать. Нажмем Gen 8 и посмотрим на созданный эскиз. Segmentation, это что-то из разряда карта глубины и нормалей, но предоставляет больше свободы для генерируемого изображения. Теперь выберем Open Pose и соответствующую модель. Результатом работы этого Препроцессора является схематичная поза, которую впоследствии принимает ваш персонаж. Нажмите Gen 8 и посмотрите на схему сгенерированной позы. На этой модели мы остановимся подробнее. Если вы помните, в самом начале мы установили два расширения. Второе расширение было Open Pose Editor, позволяющее вручную создавать позу, которую сейчас создал Препроцессор. Перейдите на вкладку Open Pose Editor. Выберите расширение и вручную создайте позу. Теперь нажмите Send Control Net и ваша поза отправится прямиком в расширение Control Net. Если вы нажмете кнопку Add, то сможете добавить второго персонажа. Например, это может быть танец двух или более персонажей. Откройте опять вкладку Text to Image и найдите вашу позу в панели Control Net. Нажмите кнопку Gen 8 и убедитесь, что ваш персонаж принял созданную вами позу. Это одна из любимых моих моделей, которая в сочетании с Open Pose Editor является очень гибким инструментом. Какие выводы можно сделать после всех этих манипуляций? Все эти модели я разделил на три группы. Первая группа генерирует изображения на основе эскизов, это Kenny, Head, Scribble и MLSD. Вторая группа генерирует изображения на основе карт глубины, нормалей, сегментов. Третья группа Open Pose. Не обязательно пользоваться всеми этими моделями. Наверняка вы выберете более подходящие модели для себя. Если вы хорошо рисуете от руки, то вам, вероятно, будет удобно пользоваться Scribble. Если вы занимаетесь дизайном интерьеров, то вам подойдет модель MLSD. Если вы хотите брать какие-то готовые изображения и перерабатывать их под свой стиль и своих персонажей, то для вас скорее всего подойдет модель Kenny. Если вы создаете своих собственных персонажей и вам нужно получить их в разных позициях, то самая удобной моделью будет Open Pose в сочетании с Open Pose Editor. Например, я не занимаюсь архитектурой и дизайном интерьеров и не очень рисую от руки и самой удобной моделью для меня является Open Pose. Если вы пользуетесь Google CoLab, то не обязательно загружать туда все модели, загрузите только те, которые вам действительно нужны. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Это будет катализатором для выпуска новых роликов. Пока.